Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение Торы. Недельная глава Тазря. Мы уже говорили немножко о проказе, царате. Царат. Теперь мы вспомним ситуацию у фейного министра армейской страны. Зовут его Наоман. В Танахе мы читаем, что Наоман преуспел в войнах, побеждал во многих войнах, он был большим человеком. И у него была пленница, маленькая наритянка. Она служила служанкой у его жены. А Наоман был больной, он был прокаженный. Все у него хорошо, но проказа была на теле его, ничего он делать не может. И эта девочка сказала, что в стране Израиля есть человек Божий, и пойди к нему, пусть он тебя исцелит. Наоман подумал, пошел к царю и сказал армейскому царю, что так-то и так-то, объяснил. Тот говорит, хорошо, иди туда, я напишу письмо к царю иудейскому. Он написал письмо. Наоман берет 10 талантов серебра, смены одежды, золотые монеты, и пошел к своими людьми. Пришел. Письмо получает царь иудейский, читает письмо, и там просьба исцелить Наомана. Он говорит, не иначе, как царь иудейский хочет придраться, мы не сможем выполнить это поручение, никто не может от проказа исцелить. Это невозможно, иначе он задевается, но и войду, и он разорвал свои одежды. Ситуация такая страшная, он понял, что это страшное дело. И стало известно это пророку Ильише. Ильиша это ученик Ильягу, его последователь, пророк Ильягу. Он сказал, чтобы царь не печалился, пусть действительно Наоман идет к нему. И он его исцелит, попросит Всевышнего, чтобы тот был исцелем. Ну так и сделали. Направили Наомана пророку Ильиши. Он пришел, подошел он к дому Ильиши. Ильиша к нему не вышел. Он отправил свою слугу Гехази и сказал через него, что иди, окуни с реки Иордан семь раз, и твоя проказа пройдет. Наоман такого не ожидал. Он был в шоке. Он думал, что пророк будет молиться Всевышнего, воздевать руки кверху, и будет рядом с ним, и выпросит прощение, в общем, для него. И проказа пройдет. Вот такие святые вещи, он себе так предполагал. В общем, страшное дело, что с ним было. Говорит, и вообще, как это так он поступил, неуважение такое, в общем, это ужас. Ну и собрался и решил идти назад. Идут, он говорит, неужели реки Амана и Парпара, Бавельские реки, хуже, чем этот Иордан? Чего я сюда пришел? Идут они мимо Иордана, и услуги говорят, ну что с тобой станется? Если бы какое-то сложное задание дал бы тебе пророк Илиша, разве ты бы не выполнял? Выполнял бы, а тут лег и окунись семь раз. Ну, Наоман подумал, пошел и окунулся семь раз в реки Иордан. Вышел, и вот тело как у младенца. Вся проказа, все ушло. Он в шоке. Он собрался, едет к Илишу, благодарит его. Благодарит ему, бери, вот тебе десять талантов серебра, вот тебе шесть тысяч монет с золотом. Бери, десять смен одежды. То есть невероятное богатство. То ты говоришь, я тебе ничего не возьму. Вообще ничего. Это Всевышний решил все, если он иди. Ничего. Чтобы ты, как он, не упрашивал, Илиша не взял ничего. Наоман собрался и поехал назад. Слуга Илиша Гахази. Он подумал, как не воспользоваться такой ситуацией. Побежал со своими двумя слугами. Догнал Наомана и говорит, вот пришли ученики. И попросил Илиша для них один талант серебра и две смены одежды. Ну, Наоман уточнил. Это точно тебе Илиша сказал. Ну, он точно. В общем, ложную клятву сказал. Да. Он ему не один, а ему два таланта серебра дал. Он их дал своим слугам, дал это все, что он попросил, он дал. Ну, он уехал. Илиша пришел к себе домой, выгрузили ему это серебро, все отдали и ушли слуги. Илиша не оборудовал своим человеком. Он понимает многие вещи, он позвал его и говорит, где ты был. Он говорит, где я не был, дома был. Он говорит ему. Так как ты так поступил, то есть ты дал ложную клятву, обманул, то теперь проказа Наомана перейдет на тебя и на твоих потомков. И тут же тело Ехази покрылось белым, как снегом. Стал он прокаженным. Такое страшное наказание. Интересно, когда пришел Наоман благодарить Илишу за то, что он исцелился от проказы, то он поверил в Бога. Он, я верю в Бога Израиля. Я понял, кто настоящий Бог. Он все это, он становится праведником, становится, хочет принять Тору на себя заповеди. И все, 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 все. Но он говорит, а как же мне быть? Вот у нас праздники. И мне надо быть царем, идти в храм Римона. И там кланяется идол. Я же военный министр страны, я не могу не пойти, я должен там присутствовать. И Илиша ему разрешил. То есть он ему это не запретил. Из-за этого наши мудрецы знают, что он был праведник, который принял в себя заповеди сыновей Нааха. То есть есть семь заповедей Нааха. Вот это называется герта-шал. Если бы, если бы его был герцедек, то есть стал евреем бы полностью, тогда, конечно, Илиша вряд ли ему это бы разрешил такое сделать. Вот так. Поэтому мы знаем, что он принял в себя семь заповедей и все иное. Вот так вот. Вот такая сильная вещь Наахи. А на сегодня наш урок заканчивается. Урок был дан за поднятие души Мойша бен Давид, Берта Бат-Исраиль, памяти Павел бен Ефим, Яков бен Ахум, Владир бен Григорий, за здоровье Давид бен Стела, Светлана бен Клара, Шолом Йона бен Цара, Шимон бен Царх, Инна бен Мира, Борис бен Мария, Мойша бен Маня, Анна бен Ривка, Рахель бен Лилия, Полина перба Цони Сура, Лена бен Клара, Стелла бен Тейла, Женя бен Ида, Инна бен Дора, Анна бен Елена, Эфим бен Эстер, Двойра бен Мирия, Моисей бен Ева, Ирина бен Двойра, Йосиф бен Раиса, Инесса бен Маэль, Евгений бен Берта, Евгений бен Ита, Фира бат Анна, Геннадий бен Елена, Елена бат Инесса, Ольга бат Светлана, Йосиф Дан бен Цара, Таня бат Фрида, Ида бат Рива, Вадим бен Татьяна, Юрия бат Белла, Яков Йосиф бен Рахель, Шимон бен Мира, Фейга бат Берта, Ася бат Года, Маркмен Нина, Ира бат Вера, Леон бен Клара, Рафаэль бен Клара, Хана Цепора бат Сара, Ида бен Хай Адива, Ефим бен Цоня, Майя бат Фаина, Алексей бен Ольга, Клара бат Броня, Гая бат Сарит, Мазлов Барслас, Гулай Арина, Батурия, Рона Рябин Ури, Закороший Духа, Рона Рябин Двойра, Низ Бен Акум, Оигаль бат Сара, Хана бат Абрагам, Рафаэль Ариолей бен Лариса, Галя бат Гедалья, Парасай Брюк, Владир бен Рая, Анна бат Александра, Марина Батрая, Борис Бен Марина, Алексей бен Наталья. Всего хорошего, Олегу Марченко. Всем браха, Парна Сакавана, мазал то, что мы это время не грешили, учили Тору. Всем желаю крепчайшего здоровья и пусть срочно закончится эта страшная война. И до следующих встреч. Надеюсь, нас встретится завтра в 15 часов. Шалом.